Здравствуйте! Вы смотрите программу «Ближе к людям» и я ее ведущий Эрнест Чуков. Сегодня наша съемочная группа приехала в один из древнейших населенных пунктов Карачаева Черкесии, в аул Учкулан. И в ближайшие полчаса мы покажем вам, как живет и развивается этот прекрасный аул. А экскурсию по нему нам проведет лично глава администрации Роберт Салпагаров. С главой поселения Робертом Салпагаровым наша съемочная группа встречается у автомобильного моста при въезде в аул. Вернее, возле того, что от него осталось. Напомню, что 5 июля в результате проливных дождей, поднявшаяся в реке у лукам вода, подмыла опоры автомобильного моста. Часть сооружения села и проезд по нему сейчас невозможен. Буквально сразу же по поручению главы республики Рашида Тимрезова на место происшествия прибыла рабочая группа, чтобы совместно разработать план ликвидации последствий природного ЧП. Сначала пришлось подождать, когда уровень воды в реке немного спадет. Только после этого начались восстановительные работы. В эти дни Роберт Салпагаров, глава поселения, на этом участке работ бывает чаще, чем дома. Мост, он важен, конечно же, всем. Тут хочу отметить, что не было человеческого фактора, да, это природное явление. Поднялся уровень реки. Мост был построен в 1997 году где-то примерно. На самом деле конструкция сама была хорошая. Ну, природа как бы сделала свое, так скажем. Действительно, значение этого моста сложно переоценить, а потому работы здесь ведутся буквально от рассвета до заката. Специально пригнанный строительный кран пытается оторвать многотонную плиту перекрытия, чтобы рабочие могли заменить поврежденные стихии металлоконструкции. До этого с моста уже сняли асфальт, а также расширили балки несущей конструкции. Иными словами, его разбирают буквально по слоям. Работа эта очень тяжелая и кропотливая. Вести ее нужно с особой осторожностью, и только потом начнется следующий этап. Вот эти металлические балки нужно снять на ту сторону, вытянуть на ту сторону. Потом, пока балки будут ремонтироваться, будет заливаться опора правого берега. После того, как зальется правый берег, и балки к этому времену подремонтируются, подлечатся, будет обратный демонтаж этих же балок. После того, как отреставрированные балки вернутся на свое место, мост снова начнут собирать. Сначала плиты, на них защитный выравнивающий слой, а уже потом асфальт. Параллельно, по поручению главы республики, завершают работу по укреплению объездной дороги в Учкулан через Хурзук. Рабочие уже расширили 5-километровый участок трассы, и по нему сейчас может проехать любой транспорт. Дорога очень даже хорошая. Проезжают все легковые автомобили. Товарооборот в ауле не приостановился. Может проехать скорая помощь, любая легковая машина. Жизнеобеспечение аула сейчас никак не нарушено. Проблем ни с медикаментами, ни с продуктами первой необходимости нет. О сроках полного восстановления большого моста говорить не приходится в силу большого объема и сложности работ. Однако для удобства местных жителей, помимо объездной дороги, которая уже функционирует, здесь за моей спиной еще появится небольшой подвесной пешеходный мост, по которому жители могут спокойно перейти через реку. А возле моста, который без сомнения отремонтируют, находится живописная аллея. Здесь любят останавливаться туристы, чтобы отдохнуть и устроить пикник в тени деревьев. Сейчас это место не выглядит, как обустроенный сквер, но оказалось, что скоро здесь все изменится. Роберт, при въезде в Учкула находится вот эта прекрасная аллея, где мы сейчас находимся. Расскажите, вы планируете это место использовать в дальнейшем как-нибудь? Да, конечно. Это место мы планируем благоустроить. По поручению главы республики нами были составлены паспорта благоустройства. Этот проект у нас уже готов. В этом году у нас здесь будет аллея, будут лавочки, освещение, тротуарная плитка. Хотим вот это место сделать центром притяжения для людей, для местного населения, чтобы было светло. А природа при этом благоустройстве не пострадает, скажите? Природа при благоустройстве не пострадает. Мы сохраним все деревья, сделаем обрезку деревьев. В общем, будет красиво. Думаю, что население будет радо. То есть вы видите это место таким неким парком, куда по вечерам люди, дети, мамы с колясками будут приходить. Тут будут дорожки, как я понимаю, лавочки, освещение будет спокойно, уютно, красиво. Кроме этого, что-то еще здесь планируется в ближайшее время? Кроме этого, в ближайшее время планируется строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для трех наших аулов. Место уже утверждено главой нашей республики, Рашистан Борисовичем Тимрезовым. Как раз возле нашего вот этого парка уже есть утвержденное место. Рядом будем, обещали построить физкультурно-оздоровительный комплекс. Всем силам ждем. Комплекс будет, в принципе, большой. Рассчитан на три аула. Так что и мы, и население все ждем. Ну, раз вы затронули тему физкультурно-оздоровительного комплекса, вообще тему спорта, какой вид спорт у вас развит и вообще молодежь занимается охотно спортом в уле? Я думаю, что молодежь будет охотно заниматься спортом. Не занимается так, как у нас нет хороших спортзалов. У нас ребята очень спортивные. И, скорее всего, это будет вольная борьба и борьба на поясах. Национальный вид спорта карачаевский, скорее всего, будет так. Развивают в Учкулане и туризм. В его окрестностях сразу несколько достопримечательных мест. А совсем недавно через аул проезжала группа активистов из Карачаева-Черкесии, которая отправилась в многокилометровый конный переход от Джилысу, что в Кабардино-Балкарии, до кислых источников у нас в республике. Маршрут по-настоящему суровый, мужской и пролегает через семь перевалов. Одним из перевалочных пунктов конной экспедиции стал замок дружбы народа в Улью Чкулан. При въезде в населенный пункт всадники по древней традиции слезли с коней в знак уважения к местным жителям. Здесь их организовано совместно с главой администрации сельского поселения встретила молодежь Учкулана – Карджурта и Хурзука. Местные жители устроили настоящий праздник гостям-садникам. Были накрыты столы и организован ночлег. На утро все 25 участников конного перехода опять отправились в горы. Этот переход стал очередным испытанием карачаевской породы лошадей на выносливость и неприхотливость. Роберт, ну вот мы гуляем по Учкулану, ни с чем не спутаешь. Это таул, у него свои краски, вот сразу понимаешь. Я здесь был несколько раз, мне всегда здесь нравится. И если не ошибаюсь, вот здесь у вас школа, да, находится? Да, на этой стороне у нас находится школа. Также под этой школой у нас находится музей, который, можно сказать, по песчинкам был собран и создан собственным беком Юнисовичем Джанибековым. К сожалению, на 90-м году жизни его с нами не стало. По поводу музея хотел бы еще добавить то, что я внес предложение в районную администрацию, чтобы этот музей переименовать его именем. Я думаю, что это будет справедливо, и чтобы увековечить его имя. Он заслуженный учитель Карачаева-Черкесии. И очень много оставил после себя для истории. И очень любил свой упор, потому что я помню, много раз снимали, он постоянно хорошие такие речи говорил. И, наверное, это благое дело, что вот... Это же аульчане, да, вот с таким предложением приняли? Да, аульчане ко мне тоже обратились, тоже не знали, как бы, что сделать для него, чтобы отметить важность и значимость этого человека. Ну, я на этом, как бы, останавливаться не собираюсь. Еще у меня планы есть. Еще попозже я вам о них расскажу, что я хочу сделать для этого человека. Обязательно расскажу. Так, ну это хорошо. Давайте немного поговорим про инфраструктуру. Вот ждем газа. Долго-долго ждем газа. Я знаю, что разговоры есть. На каком сейчас этапе все это находится? Ну, насколько мне известно, это находится на стадии проектирования. Смотрят, то есть, возможные пути, как будут его проводить, через какое ущелье. Ну, далее, как бы, пока ничего не могу сказать, но сельчане ждут. Лично я тоже очень жду. Если будет газ, как бы, да, жизнь, я думаю, пойдет по-другому. Вопрос к газификации Учкуландского ущелья находится на особом контроле у главы республики. В ходе дня однократных встреч с руководством «Газпрома» были заключены соглашения, и по последним данным в 2019-2020 годах должно быть завершено строительство двух газопроводов по важным направлениям – Карачаевск-Дамбай и Карачаевск-Учкулан, с отводом на Эльбруске, Хурзу, Карджурд и Верхний Учкулан. Это позволит газифицировать практически 100% территории Карачаева-Черкесии. А с остальными? Вот свет, вода? Ну, со светом, с водой, как бы, проблем нет. Свет у нас стабильный. Раньше бывало, что на месяца у нас выключали свет, такого уже нет давно, поставили как новую линию. Как бы вода в каждом дворе практически есть, напор, в принципе, неплохой. Единственное, ну, вся система, как бы, да, центральная, она уже ветхая, ну, требует замены, ну, со временем, как бы, в этом направлении будем работать. Вот так, прогуливаясь по узким улочкам Учкулана, мы совершенно случайно познакомились с одной семьёй, которая совершила поступок, нетипичный для нынешнего времени. Кемал и Светлана Байрамоковы вместе со своей дочкой Софией переехали из города Ваул, откуда родом их родители и деды. Инициатором возвращения выступил супруг, а побудила его на этот шаг любовь к своей исторической родине и простое желание помочь в её развитии. Знаете, уже какое-то некоторое время, ну, в нашем родовом селе нет врача, ну, и людям тяжело далеко ездить, ну, не навозишься всех, бывает, к сожалению, и тяжёлые больные. Поэтому мы с супругой решили, что мы переедем в наше родовое село. Она вроде бы считается неплохим специалистом. Нас попросили, и вот мы здесь, она на работе. Я вот сейчас замещаю маму. Не знаю, надеюсь, получится. Мы хотим от души помочь нашим людям. К сожалению, люди болеют. Конечно, у неё было много предложений. Ей предлагали по республике много мест. И в Ногайский район, и в Зеленчугский район, и в Прикубанский район. Она сама специалист в городе работала, здесь в Карачаевске. Ну, мы подумали, что там хватает врачей, а здесь их нет. К сожалению, вот бывший главврач, он погиб у нас здесь. И здесь врача нет. Ну, и здесь вот коллектив, они тоже приезжали, просили, чтобы она именно приехала. Ну, надеюсь, сработается. Вот подтверждают наши слова. Хотим, чтобы дочка выросла. Здесь хорошая школа, садик у нас здесь хороший. Нам квартиру дали, правда, ремонт там нужно делать. Здесь вот у нас брат, пока мы поселились у него. Ну, вот у нас молодой парень-глава, он очень такой деятельный, хороший парень, умный. Он и с ремонтом поможет нам. И к осени, дай Аллах, переедем в квартиру. Все будет хорошо, иншаллах. Квартира, которую администрация аула выделила по региональной программе для молодого специалиста, находится в этом многоквартирном доме. В самой квартире обязательно сделают ремонт, в лучшую сторону изменится и общий облик самого дома. Он попал в программу регионального министерства строительства и ЖКХ «Комфортная городская среда». И здесь облагородят придомовую территорию. Здесь мы благоустроим придомовую территорию. Будет асфальтирование, пешеходный тротуар будет сделан, освещение, урны для мусора, лавочки. Также хотел сказать, что вот в этом доме у нас есть квартира для работника больницы. У нас долгое время не было врача. Сейчас у нас появился новый врач, очень хороший. Для него эта квартира вообще с давних пор выделялась. То есть, как я понимаю, сельское поселение выделило квартиру специалисту, который приехал сюда, в Учкулан, чтобы работать, лечить людей, да? То есть, как принято было социальное жилье, так как в Советском Союзе люди приезжали и им выдавали жилье. Так примерно? Да, примерно так. Еще с давних пор именно вот эта квартира выделялась. Я еще ребенком сам помню, здесь жил стоматолог. Потом некоторое время работника не было, как бы квартира пустовала. Сейчас будем потихонечку заниматься ремонтом. И с семьей они перейдут в эту квартиру. Буквально в минуте ходьбы от дома детский сад, что тоже обрадовало новых поселенцев. Так, Роберт, мы возле детсада. Расскажите более подробно о нем, сколько детишек и как вообще живет детсад в Учкулане. Ну, детсад у нас, в принципе, очень хороший. Воспитатели очень хорошие. Около 30 детей ходят в наш детсад, получают, так скажем, доскольное образование. В принципе, все условия для детей есть. Детская площадка, как бы, внутри саблены, как бы, все условия. Кстати, вот позади меня детская площадка, ее нам подарил глава республики, Рашид Бориспович Тимрезов. Детям очень понравилось, с удовольствием играют. Хочу выразить большую благодарность, сказать спасибо. Пойдет в этот детский сад, конечно, и София Байрамукова. Но в свое время. А пока ей еще нет и года, и она делает только первые шаги по Учкуланской земле под присмотром своего отца. А мама в это время делает благое дело – лечит людей. Утром скорая еще раз приезжала. Давление снизили? На приеме женщина 1930 года рождения. Подскочило давление. После стандартных процедур и пары уколов состояние пациентки улучшилось, и она вернулась домой. Долгое время в Уле не было своего терапевта, и для получения нужной медпомощи жителям приходилось часто выезжать в город, что не всегда было удобно. А потому появление в больнице молодого, но уже опытного специалиста жители приняли очень радушно. Рады такому событию и коллеги Светланы. Мы очень рады все. Нам очень приятно работать с таким специалистом. Нам нужен был руководитель. Поэтому мы все очень рады. Мы уже узнали, что это действительно хороший специалист, врач хороший, руководитель хороший очень. И это нам очень приятно. И мы очень рады этому. Сама Светлана только адаптируется к новым условиям, но не жалеет о своем выборе, несмотря на то, что звали и в другие районы, и даже условия предлагали получше. Подошло время выходить из декрета. Мы долго думали, куда устроиться на работу, потому что было несколько вариантов. Ну, так как мой муж коренной житель этого аула. Ребенок у меня совсем маленький. Ну, в итоге пришли к тому, что будем работать здесь. Здесь я заведующая участковой больницей. Первые дни на работе непривычно. Новая обстановка, новое место жительства, новая работа, новые люди. Приходится привыкать ко всему. В больнице некоторое время не было управления. И нужно очень много нюансов, которые нужно решить, так как в больнице было без начальника. Мне нравится здесь экологически чистая окружающая среда. Для моего ребенка очень полезно здесь находиться в плане чистого воздуха, в плане хорошего климата. Может, немного сурового, но закаляться хорошо. И продукты экологически чистые. Не жалею. Попробую помочь здесь сельскому населению. Вложу свои силы максимально. Здесь очень много работы. Население немалое. Районная больница находится далеко. Плюс сейчас сложности с переездом. Мост у нас еще не установили. Есть очень много сложностей для пациентов в этом плане. И надо помочь. Основное занятие жителей Учкулана – сельское хозяйство. Издавна этот аул славится богатыми урожаями моркови и капусты. Но не только эти культуры хорошо растут на учкуланской земле. Это хорошо заметно на примере личного подсобного хозяйства Адилгирея Салпагарова. Мужчина в своем огороде выращивает практически весь учебник ботаники. Но упор делает все-таки на капусту. Посадил больше гектара. Растет она у него и вправду очень хорошо. Фермер ожидает около ста тонн урожая. Единственная проблема – небольшой рынок сбыта. С точки сбыта у нас плохо. Возим в Краснодарский край, Ставропольский край и Карачаево-Черкесию на рынке. Возим, продаем, стараемся как-то. Так, а некоторые уже оттуда, которые привозят, приезжают сами, закупают с места, а здесь продают только. А занимаемся лет, наверное, 15-20 уже лет занимаемся этой капустой. И основное у нас скотоводство и эта капуста. Так, занимаемся. Растет хорошо, поливное же у нас, огороды, все. Поэтому, наверное, хорошо растет, хорошая получается капуста. Вкусная, сладкая, хорошая капуста. Сколько, сколько, ну, с весны начинаем, до осени, до поздно осени этим и занимаемся. Рассаду сначала рассадить, потом пересадить, вот так и растет капуста. В этом году фермер решил попробовать выращивать овощи в теплице. Сделал ее своими руками, полностью оборудовал по технологии и посадил огурцы и помидоры. В этом году, если получится, хороший урожай возьмем, попробуем. На следующий год, думаю, расширится еще парников, еще таких побольше сделаем, еще капельные решения. Все, все, что сделать, попробовать, хотим, не знаем, как получится. Помимо этого на участке Адилгирея растет картофель, свекла, морковь, кабачки, перец, зелень, малина, крыжовник, смородина. Всего и не перечислишь. А 10 лет тому назад фермер еще увлекся и пчеловодством. Сейчас у него 20 улев, медом обеспечивает не только себя и своих родственников, но еще и продает. Вот так и живет, весь день работая. Но такая жизнь фермеру в радость. По крайней мере, он признается, что ни разу не было мысли уехать в город. Как я там буду жить, я не представляю. Здесь у меня огороды, скотина. Огородами занимаемся, детей кормим этим. А в город приеду, чем я там буду заниматься, не знаю, даже не представляю. Наверное, я здесь и останусь, не поеду никуда, буду жить здесь. Помимо всего перечисленного, Дилгири еще и разводит коров, яков, лошадей. Одним словом, работы хватает. Конечно, помогает семья, дети, которых фермер с малых лет приучает к труду. Эта семья – яркий пример того, что работая на совесть, благополучно жить можно в любом населенном пункте. Прекрасное место. Мы приехали сюда. Аул как на ладоню. В связи с этим хочу задать вопрос. Каким вам видится будущее Учкулана? Наш аул является одним из древнейших аулов карачаевских. Вообще, тут три составляющих аула. Карджут, Курзут и Учкулан. Как мы местные любим его назвать, это душа Карачаев, колыбель Карачаев. Что могу сказать? В будущем хочу видеть и надеюсь, что в ближайшем будущем у нас будет развиваться инфраструктура, будут какие-то объекты появляться новые. Как бы уже в планах есть новые объекты. Радует то, что люди тоже начали осознавать, что наш аул как бы ценить, то, что наш аул исторический, есть исторические места, есть что сказать, есть что вспомнить. Люди потихонечку возвращаются. Это радует. Ну, а дальше будем работать. Прекрасные слова. Я абсолютно уверен, что будущее Учкулана светлое и чистое. Спасибо, что уделили нам время. А нашим телезрителям я напоминаю, что вы смотрели программу «Ближе к людям». Героем нашей программы был глава Учкуланского сельского поселения Роберт Салпагаров. С вами мы увидимся там же, на телеканале Архиз 24. Ровно через две недели. Берегите себя и будьте счастливы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова